Приветствую вас. Ну, начать нужно, наверное, с того, что вы свой вопрос задаете в достаточно общей формулировке, как полюбить себя и представить обращение внимания на мнение окружающих. Вот. То есть, подобный их вопрос вы можете просто в принципе вбить в поисковик и всё. В общем-то, никаких других действий вам сделать вообще-то говоря и не надо. Да? Вот. И там, в общем-то, будет вся информация, по этому вопросу, вся-вся-вся информация, которую вы можете найти в самом общем виде, потому что вы задаете общий вопрос, который не учитывает ваши индивидуальные особенности, которые не учитывает то, что вы себя представляете как лично, не учитывает особенности вашего развития, прошлого опыта, ваших установок, ваших представлений, ваших чувств, эмоций, ваших ценностей и ваших реальных, что важно, проблем. И мне не очень понятно, Мария, почему вы так именно к себе относились, почему вы задали свой вопрос именно так, почему вы, например, если считаете, что, ну вот, вы себя не любите и прислушиваете ко мнению окружающих, считаете, что вам это вредит, это вредит далеко не всегда, не всегда, не во всех случаях, то почему вы не, ну, не написали, например, более подробно свой вопрос, я уже не говорю о том, чтобы обратиться к психологу на личную консультацию, ну и просто хотя бы не написали свой вопрос более подробно, чтобы можно было, хотя бы понимать, в чём вообще именно ваша личная проблема и почему, на каком основании именно вы прислушиваетесь именно к своему окружению и почему вы считаете его окружение более авторитетным для себя, чем, например, ваше мнение, а самое главное, ваше чувство. Что касается истории о том, как полюбить себя, то здесь всё одновременно просто и в то же время не совсем просто. В первую очередь, речь, конечно, идёт о том, что для любви к себе необходимо в первую очередь себя принять. То есть, принимать в себя такой, какая вы есть. Без оценок, без каких-то условий, вообще без всего. Вот вы такая, какая вы есть. Вы можете быть лучше, вы можете быть лучше, безусловно. Любой, просто потому что любой человек может быть лучше. И вопрос заключается в том, что для становления вас в более лучшем виде необходимо принять себя полностью. И именно на этой основе, на основе того, какая есть вы, а это не обязательно то, что вы сейчас думаете и чувствуете, будет базироваться уже то, что может быть лучше. В той или иной степень. Вот. Это первый момент. И второй момент. Это вот эта вот безусловность, безоценочность восприятия себя. Она предполагает наличие другого источника опоры. Она предполагает наличие источника опоры в виде чувств, в виде эмоций, в виде желаний ваших, в виде переживаний ваших. Вот в виде всего этого предполагает, значит, этот самый источник. Именно так выглядит источник. Источник того, как вы будете направлять своё поведение, как вы будете двигаться по жизни, что вы будете делать по жизни и прочее прочее. Это очень важно, это очень ценно, это очень полезно, это очень... это крайне необходима, в общем говоря. Вот. Идём дальше. Идём дальше. Что касается мнения других людей. А вот. Что касается мнения других людей. То здесь ситуация заключается в том, что вам необходимо опираться на сайт чувств. Вам необходимо опираться на свои эмоции. Вам необходимо слушать себя, слушать свои переживания, да? Вот. Слушать именно свои желания. Вот. И соответственно в этом направлении уже двигаться. Двигаться, да? То есть, грубо говоря... Грубо говоря... Грубо говоря... Эээ... Пришло время... Эээ... Понять... Ну что... Что... Мнение других людей, да? Мнение других людей. А... А.. Каким бы... каким бы оно ни было, да, мнение других людей, оно является, в общем-то, всегда оценочным. Мнение других людей является всегда очень субъективным, то есть, однобоким, в какой-то степени, однобоким, вот. И, значит, соответственно, вас это, ну, как бы, только лишь отстраняет от себя, ну, от себя настоящих, вас это только отстраняет от себя настоящих, потому что вы не слышите себя, вы не чувствуете себя в этот момент. И, наверное, наверное, это является тем, значит, что предпочиняет вам наибольшее страдание, то, что, ну, соответственно, то, что привело вас сегодня к нам на сайт, Мария. Вот, и, соответственно, это то, что в первую очередь нужно решать. Вот, это самый общий ответ, да, то есть, какие чувства вы испытываете и почему вы их обесцениваете. Нужно еще, конечно же, разбирать. Понимаете? Понимаете? Вот, нужно разбирать, почему вы обесцениваете свои эмоции и считаете свое мнение, что вы обесцениваете свои чувства, да, недостойными, недостойными того, чтобы на них опираться, того, чтобы им следовать, того, чтобы, ну, действовать в их интересах, именно в их интересах. То есть, в интересах именно своих чувств. И только так вы сможете, ну, как-то вот действовать себе на пользу, да, а, действовать себе на конструктив. Вот. Такая, в принципе, история, такой, в принципе, момент, я хотел бы еще раз подчеркнуть в обязательном порядке, что то, что я сказал, то, что я говорил, не является, значит, истиной в последней инстанции, и, как бы, к сожалению, не является истиной в последней инстанции, но является всего лишь общим ответом на ваш вопрос, который задан в очень общей форме. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду вам очень благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я очень надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Но, как правило, если, ну, если эта проблема есть на самом деле, да, вот, то есть, если эта проблема присутствует, проблема того, что вы себя, ну, не любите, да, если вы себя обесцениваете, вот, допустим, то, как бы, это происходит, ну, на постоянной основе. И нужна работа, да, нужна работа с вами, психо-психо-психотерапевтическая работа, вот, чтобы мы вам помогли. Чтобы, ну, чтобы, 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 например, я вам смог помочь, допустим, да, вот. И это очень, очень важная история, на самом деле. Вот, на этом все. И еще раз повторяю, я вам желаю всего самого доброго, удачи, вот, и надеюсь, что вы обретете гармонию и примете правильное решение относительно своей жизни. Спасибо. Спасибо.